В некоторых случаях подпись на документах, которые предоставляются в государственные или иные органы, должна быть заверена. В каких случаях требуется заверение подписи гражданина? Свидетельствование подлинности подписи гражданина бывает необходимо в разных ситуациях. Засвидетельствовать подлинность подписи можно практически на любом подписываемом документе. Свидетельствование подлинности подписи на документах нужно, если требуется официально подтвердить, что документ подписан определенным лицом, как в случаях прямо предусмотренных законом, так и в иных случаях, когда подписант не может лично подтвердить получателю документа его подписание, например, при отправке заявления или иного документа по почте с доверенным лицом и так далее. К кому можно обратиться за заверением подписи? Свидетельствовать подлинность подписи на документе в праве нотариус. При этом следует отличать свидетельствование подписи от удостоверения документа. Например, доверенности на получение заработной платы, на получение корреспонденции. Это юридически разные действия. В каких случаях обязательно нотариальное удостоверение подписи? Нотариально удостоверять подпись требуется на следующих документах. На заявлениях о наследстве, о принятии наследства, об отказе от наследства, о выдаче свидетельства о праве на наследство, если эти документы передаются нотариусу другим лицом или пересылаются по почте. Далее на документах о совершении сделки, подписываемых гражданином по просьбе другого гражданина. Если последние вследствие физического недостатка, болезни или же неграмотности, не может подписать их собственноручно. Далее на заявлениях, сообщениях и уведомлениях, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если документы предоставляются в этом случае в регистрирующий орган без личного присутствия. Далее на заявлениях о государственном кадастровом учете, государственной регистрации прав, направляемых посредством почтового отправления. На заявлениях по вопросам гражданства, направленных, опять же, по почте или переданных через другое лицо. Ну, например, о согласии на получение или на прекращение гражданства и так далее. На заявления лица, не имеющего возможность явиться в орган ЗАГСа, либо многофункциональный центр для регистрации актов гражданского состояния и некоторых других документах. Также на переводах с иностранных языков, на анкетах и так далее. Как происходит заверение подписи нотариуса? Нотариус устанавливает личность гражданина, который будет подписывать документ, и личность гражданина, за которого документ будет подписываться при необходимости, путем проверки документов, удостоверяющих личность. Если это представитель, то проверяются его полномочия. Нотариус изготавливает текст документа, гражданин расписывается на документе. После этого нотариус совершает удостоверительную надпись на документе и регистрирует нотариальное действие в реестре регистрации нотариальных действий. Данные вносятся в единую информационную систему нотариата. Гражданин расписывается в реестре. За удостоверение подписи уплачивается государственная пошлина – нотариальный тариф при обращении к частному нотариусу. Также может потребоваться оплата услуг правового и технического характера. Как выглядит на документе свидетельствование подлинности подписи? Нотариальное свидетельствование подлинности подписи на документе осуществляется путем совершения на нем удостоверительной надписи. Текст удостоверительной надписи создается с помощью технических средств или пишется от руки несмываемыми чернилами или шариковой ручкой, аккуратно и разборчиво, без помарок и подчисток. Могут использоваться мастичные штампы, их оттиски выполняются штемпельной краской синего, голубого или фиолетового цветов. В штампе нотариус дописывает незаполненные места, там проставляется регистрационный номер нотариального действия, дата совершения нотариального действия, допускается проставление уплаченной суммы. Если в документе несколько листов, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены оттиском печати нотариуса. Свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом. Подтверждает ли факты, изложенные в документе, удостоверительная надпись нотариуса? Нет, нотариус удостоверяет, что подпись сделана определенным лицом в его присутствии, но не удостоверяет факты, изложенные в документе и законность его содержания. Чем отличается свидетельствование подписи от удостоверения сделки и документа, которым она оформлена? При удостоверении подлинности подписи на документе нотариус не проверяет законность самого документа, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а ограничивается только проверкой личности лица, которая подписывает этот документ. Далее подтверждает, что подпись сделана именно этим определенным лицом. При удостоверении сделки, например, при удостоверении, скажем, договора дарения, нотариус проверяет законность ее содержания, наличие у сторон прав на ее заключение, в соответствии сделке подлинной воли сторон, нотариус устанавливает, что факты, которые указаны в документе по сделке, как наступившие на момент ее совершения, на самом деле наступили. Ну, то есть устанавливает, что одна сторона договора дарения действительно подарила, а другая приняла подаренное имущество. То есть нельзя свидетельствовать подлинность подписи на завещании, например, на доверенности, договоре и так далее, поскольку данные документы удостоверяются нотариусом. Таким образом, для свидетельствования подписи, подлинности подписи одним из существенных условий является то, что содержание документа не должно представлять собой содержание сделки, за исключением случаев, предусмотренных законом. Может ли работодатель заверить подпись работника и на каких документах? Работодатель или организация вправе удостоверить доверенность работника на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, или на получение корреспонденции, за исключением ценной. Такая доверенность удостоверяется бесплатно работодателем или должностным лицом работодателя. Здесь речь идет об удостоверении документа, а не о заверении подписи работника. Редактор субтитров А.Семкин